всем привет помаленьку подходит слышно как меня слышно как меня видно поставьте плюсики или сердечки до правьте еще лучше будет сердечки меня хорошо слышно но отлично слышно видно отлично 2 как настроение летняя у нас уже перевалил до на вторую половину лета присоединяются с каких городов вы можете писать передавать приветы друг другу это же здорово да когда вы живете допустим во владивостоке и вам привет какая-нибудь там лена передает с москвы здорово привет днр танюша привет заполярье тура вообще у нас настолько вообще такая география моих учеников все здорово горловка ирина привет привет здорово и сегодня у нас будет в конце эфира розыгрыш если обратите внимание да за мной стоит ноутбук и три победителя ковс у нас будет разыгрываться сегодня три ковша вы захотите с победителями мы будем переписываться особенно я лично и буду спрашивать потому что будет три ковша и какой цвет нужно будет только да вот зеленый такой ярко-салатовый вишневый такой вот какой-то у них такой вот и цвет металлик вот у них три цвета и в конце эфира мы разыграем эти три ковша я почитала комментарии и в этих комментариях очень много пишите вы показать как делать калу конечно с большим удовольствием я мы это сегодня вам сделаю так и напишет хорошо выглядите спасибо мои хорошие спасибо и мне потребуется насадка 874 и потом еще язычок мы сделаем просто пакетик отрежем кончик и сделаем этот вот язычок чтобы у нас у кого такая вот дрознулька будет у нас кала так я уже нарезала предварительно только единственное что я не взвешивала сейчас вот смотрю не взвешивала сахар будем сегодня делать очень вкусный зефир а какой есть сейчас расскажу сейчас мне нужно будет только взвешивать так сейчас сахар так протереть обязательно сухая не надо чтобы было так сахар сейчас включу весы у меня кукбук кукбук кин вот так сейчас включаю и сахар я пользуюсь только вот этим русский сахар до этого очень много мучилась нашла наконец-то свой сахар и беру только его пусть он маленько подороже но знаю что зефир на нем будет шикарной и сегодня сделаем с вами заварной способ заварной способ на шампанском перед эфиром я подхожу к своим домашним сыну и прошу открой мне бутылочку я говорю нет я хочу открыть и это шампанское сейчас вам покажу бутылочку иду и сделать с вами вот такой вкусный вот то есть все знают санта стефани очень классно подходит для зефира кто знает это шампанское поставьте плюсики добрый вечер добрый вечер на и сколько нужно я уже налила в бокал шампанское вот этот наш будет зефир зефир мы будем делать клубничное вкусное шампанское да особо вкусно зефир он просто шикарный колы конечно я хотела сделать все таки белые да такие праздничные свадебная но так как захотела вам дать клубничный вот зефир с шампанским поэтому они у нас будут такие розовый розовые колы тоже они кстати в жизни есть поэтому будет у нас и гости чата добрый вечер верочка поздоровалась курска область приветствует вас но здорово поэтому в дежур миксера я уже опустила два белка и сахар вот взвешивала здесь у меня получается клубничное варенье также сахар и уже агар у меня здесь и сейчас вот шампанское все будет рецепт после сразу как после эфира я напечатаю по памяти потому что это мой самый любимый так сейчас размещаю варенье когда будете обязательно нужно его клубничное нужно его пропустить через сито если хотя если вы делаете завитки можно и и для себя можно и не делать кстати в семечках вот больше всего витамин так вот клубничка наша размещала обычно я жидкость добавляю в агар чтобы он не хорошо разошелся вроде так и включаем и включаю какая температура у вас у нас жара там здорово лето прям классная теплая хорошая включаю белочки в так я обязательно вас все все прочитаю больше 700 написано sms сообщений прошлый пост где я выходила неделю до назад чуть чуть меньше дождь и 27 но здорово обязательно все прочитаю вы пишите вопросы свои обязательно отвечу так включаю белки включаю на пятерочку на среднюю скорость и буду сбивать и постепенно увеличивать скорость у нас дождь здравствуйте привет из ростовской области алена пишет привет привет насадка напоминают у меня 870 четвертая и делаем каос сегодня и клубника в шампанском зефир мой самый любимый зефир и делаем вот такие бумажки ну где-то приблизительно они 12 на 12 вот так нарезала уже я подойду к вам поближе чтобы вы видели лучше меня потому что так вот мне не переставить когда на мастер-класс я записываю конечно я записываю делаю прям видно только мои руки и стол добрый вечер у нас дождь и погода грустная а я люблю дождь обожаю дождь как вот помаленькую сахар начинаю подсыпать так не для язычка надо будет желтый цвет я сейчас возьму сразу я думаю я не буду окрашивать калу а я потом лучше ее припылю красителями распылителями кстати недавно выкупила еще одну партию китайских распылителей я хочу сказать качество поменялось у них вот тогда я покупала еще 7 лет назад какие были красители распылители и сейчас вообще и поменялась и текстура баночки вроде такие же тоже ну вот что там внутри вот этот краситель какой-то не такой все равно маленько конечно поменяли с годами на технология вы же наверно видели у меня осенний букет вот этот вот марафона 1 сентября там так и меня уже все же суропчик подсыпаю так Так, качество китайской красоты стало хуже. Да, вот раньше лучше было, намного лучше. И вот сейчас я это прямо убедилась. И знаете, я что сделала? Ну, во-первых, баночки тоже сильно что-то, они там вот эту сеточку поменяли, наверное. И я купила, и старые, у меня они уже пустые, и я туда вот пересыпала, и все. И теперь со старых баночек очень хорошо, они мягкие такие, и очень хорошо распыляют. Я ее вот так вот сделала. Ну, надо как-то выходить, потому что в работе же мы постоянно снимем. Еще вот я хочу показать, я уже говорила, что пойду на свадьбу, и сделала вазу. Вазу для своих зефирок. Вот, у меня их будет две вазы вот такие вокруг торта. И сейчас я вам покажу, она маленечко, чуть-чуть недоделанная. Нужно еще доклеить стразы по кончикам. Сейчас покажу. Вот она у меня здесь. Вот такая вот ваза. Вот такая вот. Это не из бутылок. Потому что кто-то может подумать, что это, нет, это не бутылки. Вот такие вот еще кончики будут обработать. Видно же, что, да, стразы там на них. И сейчас еще вот доработаю. Это тоже мастер-класс я засняла. Я его дарю девочкам вазу эту. Показываю, как ее делать. Ну, конечно, на свадьбе это все будет красиво, очень красиво. Потому что ваза эта будет тоже так же с подсветкой. Ваза будет. Здесь еще будут стразы 3 килограмма на нее. Все вот так вот здесь очень красиво будет. Да, обалдеть. Вам понравилось. Я думаю, что на свадьбе гостям самое главное, чтобы понравилось тоже. Ну, я думаю, конечно, понравится. Ух, какая красота. Да, эту вазу я уже записала. Мастер-класс я ее подарю. Вот у нас буквально завтра я уже начну записывать мастер-класс. Ох, хорошо. Мастер-класс торт у нас 3D ваза. И там буду давать вот эту в подарок. Каждый раз в шоке от меня. Эфир какой с этой вазой? С этой вазой нет. Оно, Танюша, отдельный мастер-класс есть. Я уже его записала. Его нужно отредактировать. Цена будет на вот эту вазу полторы тысячи рублей. Отдельный мастер-класс. Но если кто купит торт, пожалуйста. Вип, да, у нас был в точь-в-точь. Нет, в точь-в-точь он будет, но в вип у нас, в вип группе. Так, мастер-класс 3D. Написать в сообщество. Хочу купить 3D торт и все. Пишите в сообщество, либо здесь техподдержка сейчас увидит и скинет вам. Отдельно купить вазу, да, можно полторы тысячи. Только нужно будет, да, я вас ее смонтировать. Еще мне нужно долепить стразы и вот эти ленточки. И вот, очень красивая. Особенно, конечно, когда это все в цвете, да, когда это все свадьба. Здесь все, здесь будут очень красиво, конечно, будет. Я потом отдельно вот так прям видео засниму, когда это будет все прям лежать в зефирке. Я уже говорила, что у меня будет 2 вазы. В одной вазе, ну, я так хочу, ну, не знаю, может быть, в одной голубые гортенции будут, в другой белые розы с лилиями. Может быть, это я все вот так перекручу, ну, не знаю. Пока так хочу. 3D сколько стоит? Нужно спрашивать, потому что у нас точь-в-точь, мы, когда девочки заходили, если там вам предложат техподдержка. Ну, эти 3D торты стоят, я знаю, что сейчас 20 тысяч, но у меня это в 4 раза как минимум дешевле, это точно. Так. И у меня уже сейчас осталась одна минутка, и будет сироп готов. Заметили, да, кто-то, вот в прошлый раз писали, что я совсем не, ничего не делаю в сотейнике. Да, действительно, ковш настолько хорош, что здесь не нужно с ним ничего делать, он просто варит сам, горшочек сам варит, и все. Торт будет один, это будет ваза, мы сделаем, и цветы. Когда увидите, я думаю, через 3 дня его можно будет увидеть. Его нет пока, нет. У меня нет так, время, чтобы я написала, записала, показала вам, и у меня вот записались, и я снимаю. По тебе соскучилась, Марина пишет. Да, я вся в работе, вот буквально у меня, вот здесь часик у меня выскочил, было время свободное. И я вот сделала вазочку, сегодня записала ее. И то нужно будет маленечко грудь, что сразики доклею, и все. Сотейник охота выиграть. Конечно, почему бы нет. Запись будет, да, запись сохранится, конечно. Так, все, мы сейчас включаем. Сейчас сироп у меня сварился. Запах, конечно, обалденный. Очень вкусно пахнет. Очень вкусно. Кстати, сейчас, когда вот летом, лучше делать заварной способ, потому что он очень хорошо стабилизируется. Потому что очень большая влажность сейчас. Все, я не буду сильно долго пробивать. Вот такой, да, нежный получается розовый. Ну, я его потом припылю уже, когда он будет уже у меня цветочки готовые. Сейчас я быстренько... Так. Вот такой вот нежно видно, да, что он такой нежно-розовый. Напоминаю, насадка 870 кукмара, да, у нас. Такой сотейник. Короче, он... Вы можете его купить на Валбере, Сина, Озоне наберите. Просто сайт даже есть. Знаю, что именно этой... Российское производство. Очень красивое. Там у них, по-моему, кастрюльки Грация называется. Обалденные. Там такие красивые вообще. Сейчас я хотела на парочку взять. Видите, набрала на целую кучу. Так, и сейчас он у меня пока полежит. И я сейчас очень быстренько отсажу, чтобы не... Так. Очень быстренько отсажу. Оставшийся зефир. Так, видно там стол? Ой, нет. Ну, просто вот такие вот... Это основание сделаю для гортензии. Рецепт, если кто спрашивает, я обязательно напишу. Как только эфир мы закончим, разыграем три ковша. Я их сотейникой называю. Так. Сейчас очень быстренько отсажу. Это вот основки у меня будут для гортензии. И труфельки сюда вовнутрь, чтобы еще вкуснее было. Можно любые конфетки. Можно и желатинки. Я очень люблю трюфельки. Так, кстати, трюфели тоже наши российские. Родные просторы у меня. И я, конечно, закупила их очень много. Различных вкусов. И купила и рафаэлки. Тоже еще такая... Это красивые такие зелененькие. Тоже какие-то новые конфетки. Мне везде вот такие. Можно, конечно, делать свои трюфельки. Но, честно, вот некогда. Поэтому. Так. И последнюю вот сейчас делаю. Видно будет. Запах обалдиенный, конечно. Такой идет. Обалдеть. Это вот прям маляпучка. Прям такая. Но все равно она. Все. О. Все. Вот такая вот красота. И здесь буду отсаживать гортензии. Сейчас это убираю в сторонку. Я уже начала отсаживать помаленьку. Уже здесь на свадьбе тут уже совсем чуть-чуть осталось. Поэтому. И сейчас я возьму сразу вытирать тряпочку. Так. Все сразу сюда. Поставлю. Размешать и сделать. А потом припылим их красителями и распылителями. Так, чтобы мне не запутаться. И у вас так вот так вот. Калы можно тоже, да, делать. Они тоже идут как свадебные. Делаем насадку на себя острым кончиком. Сделали вот такую вот. Раз, два, три. Раз, два, три. И назад. И с этой стороны. О. Пищит. Выключи меня. Так. И делаем вот так вот. Ставим. Так. И делаем, 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 делаем. Здесь вот подняли. Вот так вот. Чтобы остренькое было. И назад. Ну, я бы сильно, может, даже так вот не бахромила. Но у меня рука просто на весу. И она у меня автоматически просто вот так вот идет. Все. И вот так вот соединяю. Пока она свежая. Вот так вот. Делаю. Остывает масса. И потом можно эти калы в стаканчик вот так вот вставлять. Сейчас я попробую без бахромы. Сразу. Ой, вытела. Сразу ставлю насадку вниз острым. Переворачиваю ее. Чтобы острое было наверх. И делаю, 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 делаю. Сейчас попробую. Во. Идет, да. Вот. Здесь маленько приподняла. И в сторонку уходим. Вот. Так классно получается. Вот остренькая такая вот. Видно хорошо. Здесь вот делаю. Вот так вот. И когда у меня уже застынет зефир, следующим замесом я делаю стаканчики под свои калы. Если вы делаете из меренги, можно тоже их делать так же и из меренги. Подсушить и все. Очень классный вот у меня рецепт. Записывайте в меренге. 200 грамм сахара, 200 грамм белка. Взбиваете на водяной бане. Венчиком ручным. И потом в миксер. Добавляете 200 грамм сахарной пудры. И добиваете. Все. И потом можно отсаживать, сушить в духовке. Все. Вот такие вот у нас получаются калы. На свадьбу тоже очень красиво. Сейчас еще язычки сделаю. И вот. Насадка вниз. Сделаем серединку. Насадка вверх. Какие вам больше нравятся калы? Когда вот они прям ровненькие такие? Или когда вот такие бахромятся? Мне в принципе и те, и те нравятся. Идем сейчас она застынет. Ну, я не знаю. У меня очень жарко. Мы, наверное, не дождемся, когда наши цветочки застынут. Потому что я стою вот. С меня подстыкет. У нас очень жарко. Там эти дни. Лето летнее. Классно. Так, видно там хорошо. Поставили. Так. Здесь вот как раз вот так вот переход делаем. Приподняли маленько. И все. Здесь соединяем. И когда она застынет. Масса. Мы вставляем ее. Ой! Стаканчик. Все. Упала. Не повредился даже. Здорово. Так. Сейчас. Так. Вот прям сильно сейчас. Так. Переход. Сейчас еще здесь на одну у меня еще бумажечка. И как раз еще сделаем сейчас язычки и припылим. У меня тут еще чуть-чуть остается эфир. Что я сейчас сделаю. Я сейчас сделаю еще. Так. Так вот. Делаем, делаем. Переход чуть-чуть маленько. И насадочку в бок. Заводим. Так, все. И сейчас, ага, ножницы у меня здесь все. И сейчас я быстро выдавливаю на язычок. Так, на наши язычки достаточно. Все. Массу зефирную прячу. Полотенце махровое. Так, размешиваю. Запах, конечно, обалденный. Это самый мой любимый зефир. Так, чтобы, самое главное, на язычок, чтобы сильно большой не был. И делаем язычок. Вот такой вот. Как раз язычок делаем так, чтобы не видно было нашу серединочку. Прям вот изнутри. Это как раз это вкусно. Запах, слюни. С этим зефиром, конечно. Когда тут постройнеешь. Очень красиво. Кстати, калы тоже на свадебные торты. В принципе, тоже можно сделать. Свадебные. Вот свои вазы я, наверное, тоже. Можно и лилии сделать, и вазы. Так, ну вот это вот молюська. Ну, кстати, тоже, молюськи тоже очень красиво всегда смотрятся. Так, сейчас все, у меня бумажка уже кончилась. И я сейчас перехожу. Так, сейчас мы еще их припылим. С руки полую. Так. Так, я сейчас... Это большой объем. Обычно я делаю половинку. Ну, я здесь маху дала. Насыпала очень много агара, поэтому сделала целую порцию. Она очень большая. Потому что я сейчас вот основ. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь сделала. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь цветочков. И еще у меня вон сколько в руке. Сейчас еще основ сделаю. Так, это вот восемь, девять, десять получается. Это вот основы у нас будут на... Так. Ну, вот одиннадцать основ. Да, сейчас еще здесь додавлю. И семь цветов. Очень, ну, большая порция, прям такая. Кто будет девчата делать, если для завитки, то, ну, успеете, кто новички. А если вы только... Ой, старички, я говорю. Ой, уже все запуталась. Да, новички не успеете, если цветочки крутить. Только для завитков. Так, и сейчас вот родные просторы. Вот трюфельки вот такие. И сейчас еще здесь вот маленько. Ой, ну, как же так не упадет. Так, все. Ну, так вот смотришь помаленьку, помаленьку. И в прямых эфирах я и сделаю на свадьбу все цветочки. Давайте в следующий раз, что сделаем. Давайте лилию в следующий раз сделаем. Все зависает. Ну, это, скорее всего, у вас эфир. Что-то там с этим. Оттенки приобрести распылителей. Можно... От натива кондитер можно купить второй вот номер. У них очень хороший. Мне очень нравится. Там вот у них очень классный, вишневый, розовый. Тоже вот прям такой красивый. Сейчас я так. И мы свои в нашей... Ой, вот честно, я с лиминой вот обхожу. Нельзя вот сладкого. И сегодня два дня. Так, мы опять... Ну, пробую, пробую. Все, надо войти, чтобы красивой быть. Очень, очень, конечно, держу себя. Дай бог, чтобы выдержать хотя бы еще 10 дней. Чтобы постранить и войти, и красивой быть. Войти в платье. Так, сейчас я распылители, распылители розовый. Ну, да, розовый. Розовый. Вот натива кондитер. Розовая пудра. Вот мне тоже очень нравится. Но это второй. Вот они очень классные. Так стройная. Нет, Леночка. Я не вхожу в платьишки в свои. Спасибо. Вот. Ну, их здесь очень просто. Потрясли. И чуть-чуть вот припыляем. И волшебство сразу прям такое вот. Смотрится очень красиво. Кстати, вот очень красиво. Но у нас свадьба голубая. В принципе, их можно маленько голубым делать. Вот. Если, насчет, если калы. Вот я буду делать. Калы можно. Хотя можно их и чисто белые сделать. Вот. Очень симпатично смотрятся они. Очень аппетитно. Главное, толстенькие такие, что не худенькие они получаются. Насадка 874, если кто. А, вот уже спрашивают. Покажете. Да, конечно, покажу. Сейчас. Сейчас припылю. Вот припыляю. Видно же, да? Припыляю. Вот этот розовый очень красиво, нежно ложится. Прямо так. Культурненько ложится. И вот именно второй. Вот у них так не плюется, как первый. Первая партия маленько плевалась. Видите, вот хорошо прям. Так. Посильней давишь? Посильней. Если понежней, то понежней. Я здесь, а, да, видели, кстати, да, очень красиво получилось с переходниками гортензия. Вообще, я так давно хотела. Я все смотрела там на блогера, и у них гортензию она делала. И вот эти переходники, переход цвета. Думаю, ну как же так сделать? И она, скорее всего, делала одной насадкой, а потом возвращалась к этому цветочку и делала второй расцветку. И добавляла. А сейчас вообще вот очень удобно. Адаптерами видели, да, наверное, мой ролик гортензию сделала. Еще записала недавно ролик также с гортензией. Скоро выйдет, может быть, завтра буквально выйдет тоже ролик с гортензией. Тоже мне очень нравятся вот эти переходы. Прямо вот эта игра цвета. Я вот так долго мечтала. Ну вот эту гортензию, чтобы вот такой вот переход, два года точно. Думаю, как? Ну как сделать же? Как вот, как сделать? Вот. И, наконец-то, вот пришла идея с этими переходничками. Так, ну вот какой самый красивый. Ну давайте вот этот вот, кстати, вот уже он прям застыл. Вот. Я его не буду брать руками. Вот смотрите, вот смотрите, когда мы его сделали, и можно вставить его в стаканчик. Если у вас есть стаканчики из, знаете, из партюльпанов, сейчас покажу, вот они. Ну вот эти вот большие, можно чуть поменьше. Вот такие насадочки. Ну или можно рюмочки даже, если вот такие вот маленькие, 150 граммовые, или как они, вот так пластмассовые отрезать. Какую нужно длину. Ну, конечно, попробовать. Я, потому что, я, по-моему, да, стаканчики делала стаканчики. Маслом растительным смазали, заварным так же способом. Вот, если следующую партию прям здесь сделать. Вот они у меня уже как раз застыли, и я их могу, ну, прям, ну, еще прям мясо прям прилипает, потому что, так они, вот, жара прям, вот. И я сейчас вот здесь отсажу новую свежую массу и вставляю его вот так вот. Ну, сейчас приблизительно покажу, просто не охота было брать его, потому что он еще такой вот. Вот, и вот так вставляю, все. И он таким образом у меня будет стоять, если нужно там куда-то в коробочку его поставить или в букетик. Вот, вот так вот. Слюнки кекут, конечно, мой любимый зефир. Все для вас. Так, какие вопросы, все, пишите, пишите в сообщество. Так, калы на что сажать? На шпажки? Нет, их можно, они так, моя хорошая, будут стоять. А, вот, когда уже в букет, да, можно на зубочистке. Зубочистки. Вот, они будут стоять, вот, если у вас широкий вот такой вот стаканчик хороший. Прям вот, бутон вот этот вот будет, он сам так по себе стоит. Много есть способов, конечно, можно и поставить их, и на шпажки, на деревянные можно шпажки, можно там на соломку поставить. Ну, способов очень много. Я вот один, самый простой. Гортензию с адаптера, ну, так у меня ее нету. Только вот в видео. Не сохранила ее. Спасибо за урок. Ну, сегодня еще мы собрались здесь, да, сотейник разыгрываем. И сейчас ей... Так, как же бы мне сделать? Он у меня на... И там... Сейчас я это уберу. Так, он у меня подключен. Сейчас я смотрю, сколько... А, ну все, хватит, а вот здесь. Так. Вот, чтобы вы видели розыгрыш. Так, ну, я думаю, что, наверное, ничего, конечно, не видно. Сейчас я подойду ближе, и мы с вами разыграем. Сейчас уберу цветочки свои. Поближе. Ну, даже, наверное, сильно близко тоже не видно будет. Там будет то отсвечивать, то еще что-нибудь. Так, сейчас попробуем мы... А, этот... Чтобы он не завалился. У меня. Так. Так, ну что, вы скажите мне там, у вас... Вы видите меня или нет? Этот ноутбук... А, вы! Куда это он у меня ушел? Давай, возвращайся. О, все, а то я напугалась. Сейчас я на этот поставлю, чтобы он выше было. Видно. Так. Вот, видно. Ну-ка, смотрите. Так. Вот, ковш фирмы Кукмара мы разыгрываем. Количество. Так, количество приза три штуки. Репост. Нужно было сделать репост. Так, должен был обязательно пользователь подписан на сообщество. И готовы? Раз, два, три. Наши победители. Обязательно победители. Девчата, кто выиграет, пишите мне свое имя, фамилия. Где живете. Так. И у нас выиграл первый победитель Елена Свиридерская. Так. Правильно прочитала. Я где-то поклала. Вот они. Так, второй Оля Копылова выиграла. И третий, третья победительница Ирина Бергштрессер. Вот. Правильно, думаю, фамилию сказала. Наши. О, Олечка, вот она у нас. И Алена. Ой, как здорово. Прям две у нас здесь победительницы. Ой, как здорово. Поздравляю вас, мои хорошие. Напишите мне обязательно. Или в сообщество, или в личное сообщение. Пишите, где вы живете. Полный адрес. Фамилия, имя, отчество. Индекс. Куда вам отправить. Хотя мы, наверное, да, нам нужно будет, потому что через, если у вас нету Валбереса, ну, мы спишемся. И какой цвет обязательно тоже. Там он у них вишневый, салатовый и такой серебряный. Все, очень рада, что вы выиграли, что вы были у нас прям на прямом эфире. Классно, вообще здорово. Так, поздравляем. Да, я от души поздравляю победительниц. Вообще умнички, что верили и победили. Здорово. Поздравляем. Кто выиграл? Я говорила уже. И мы обязательно напишем вот в посту. Так, они, вот они у меня сохранились. Да, кстати, сейчас я... Так, сейчас их сохранить как-то. Текст сохранить как изображение. Сейчас я это... Так, вернуться к результатам. Все, я это все сохранила. И обязательно вот как напишу, кто выиграл. Где купить можно. Вы можете зайти на... Есть у меня в сообществе их, по-моему, подписано. Вот на личной странице. Напишите Кукмара. Купить производство Кукмара. И все. И выскочит там их и сайты. И у них и Валберис, и Озон есть. Очень красивые. Грация. Вот посмотрите, там такая вот очень красивая посуда. Да, зефирки у нас уже подстыли. Все. Да, еще вот у нас можно присоединиться. Есть еще места на курс. Сейчас покажу. Вот у нас букетик на 1 сентября. У нас уже три мы букета собрали. Вот такой вот. Так, букет поближе. Вот он, да. У нас здесь облепиха, рябина, гортензия. И вот такая красивая, сочная. Вот такой подсолнух. Да, подсолнух. И еще, конечно, сейчас покажу, кто еще не видел, вот такую красивую вазу. В ней у меня будут вот такие вот. Вот такая вот ваза. Их будет две возле торта. Здесь вот еще, видите, вот тоже налеплены. Еще сейчас еще буду долеплять. И в этой вазе будет лежать у меня зефир. И с одной стороны, и с другой. Здесь еще даже салфеточки я сделаю красивые, ажурные сюда. Ну, я думаю, что свадьба будет, конечно, очень шикарно все смотреться. Это все будет с подсветкой. Это будет очень красиво. Эту вазу я даю в подарок. Сейчас буду уже завтра записывать. Вот три дня мастер-класс торт 3D. Они сверху будут у нас ваза. Это будет у нас в 3D. И сверху будут зефирные цветы. Так, мне не ответили про курсы. Вы когда Рима писали. Днем фото или видео со свадьбы. Обязательно, конечно, я буду на своей страничке ВКонтакте и в Инстаграм. Выходить в прямой эфир. Надеюсь, я по стране буду красивой в платье в своем. Все, спасибо большое, что были со мной. Благодарю каждую из вас, что была со мной в эфире. Пообщалась. Потому что когда мы... Для женщины это очень важно. Когда она находит своих единомышленников. И когда она именно общается с единомышленниками. Мы прям вот таким кланом общаемся. Выходим в эфиры. В чатах у нас тоже девочки постоянно. Там 24 часа общаются. Постоянно кто-то засыпает, кто-то на работу идет. Это очень здорово. Когда мы нашли друг друга. И приятно проводим время. Так. Так. Вы очень прекрасно. Ольга, спасибо большое. Да, пишите, какие вопросы есть по эфиру. По этим обязательно. Сейчас после эфира напишу способ. Кто выиграл, напишу. Так. Настроение за эфир. Так. Вам тоже большое спасибо. Я говорю, благодарю каждую из вас. Я так рада, когда вы приходите на эфиры. Когда вы учитесь. Я сама всегда постоянно учусь. У меня постоянно. Вот каждую неделю покупаю новые книги. Читаю. Очень много. Я говорю, постоянно, постоянно нахожусь в учебном процессе. Да, эфир, конечно, сохранится. Можете посмотреть также, кто выиграл. Курс начинается у нас. Марина, вы если про... Про... У нас сейчас идет два курса. Сейчас идет 1 сентября. И курс торт. Вот. Какой вы хотите. И торт. Торт у нас будет сделанный. Это будет постряпанный. Сделаем молд. Вазы. Я уже сегодня купила. Закупилась. Очень красивая. Конечно, обязательно вот эти три дня я записываю. И в телеграмм скидываю. Можете по ценам. Все, все, все. Пишите в сообщество. На котором он курс. И в какую цену. Так. А есть рецепт зефира. На котором он... В какую цену. Именно отдельный 1 сентября стоит... 1 сентября стоит полторы тысячи рублей. Там у меня идет три или четыре, я уже честно, рецепта. На соки. На джемах у меня. Заварной. Классика. Очень много рецептов. Вот. Помимо этого, вот этот вот самый мой любимый. Вот этот. Ну, очень держусь прям. Сила воли. Она вся. А так вот, честно, вот так вот слюнки бегут прям очень охота. Особенно внутри, конечно, все труфелечек вот такой. Это я уже кручу самую маленькую такую. На которую уже глаз положила. Ну, я надеюсь, что... Вот. Вот такая вот все отличная рецепта все. Да. Так, для молда. Рецепт для молда вот можете его сделать. Да. Вот. Заварной. И все, и все отлично. Единственное, что обязательно нужно смазывать маслом. Только, ну, подсолнечным, без запаха. Все. Так. Ну, вопросы есть еще какие-то? Если нет, то все, я побежала. Мне еще нужно дописать видео. Мастер-класс по ВАЗе. Маленько еще там добавить. Так. Спасибо. Все. Спасибо вам огромное еще раз. Спасибо. Спасибо за просмотр. Продолжение следует...